А далее у нас Татьяна, торговая сеть Begimac и Татьяна Проскобина, которая когда-то у меня позапрошлым году была, да, позапрошлым году. Мы тогда только рассуждали о том, что скоро будет запускаться комбинат питания, и вот он уже запустился. И сейчас у Татьяны будет очень любопытный кейс. Это как раз из той области, когда я приехала в Кемерово в августе, и все понятно, кто там главный из торговых сетей. А в каждом шагу реклама Begimac, его везде видно, даже учитывая, что там конкуренция просто сумасшедшая. Это один из самых конкурентных городов, где хороший уже тоже появился. Я там Леху вашего заметила сразу же. Леху хорошим. Давайте отдельно посмотрите, что такое Леха и почему он хорошим. Есть видеоролик у нас на сайте и на ютюбе. Татьяна, передаю слово, поделись своими такими замечательными результатами. Тебе явно есть чем делиться. Готовьте вопросы. Всем добрый день. В Кузбассе активно развивается торговая сеть Begimac. Насчитывает 69 универсамов в Кузбассе. Начинали мы свой путь готовой идеи через организацию небольших производств при магазинах. На тот момент это был первый наш шаг. Мы открыли в 19 универсамах мини-производства, на которых производили готовую еду. Это были первые блюда, вторые блюда, салаты. Частично на каких-то производствах были кондитерские изделия. Но также мы выпускали шорм. Производили мы в день порядка 500 штук. Ну, также мы их, конечно, реализовывали. И вторым шагом стало наше открытие комбината питания. Это централизованное и автоматизированное предприятие по готовой еде. В 2022 году мы запустили первый в регионе собственный комбинат питания. На сегодняшний день мы выпускаем 280 СКЮ. У нас организовано три производства. Это хлебобулочные изделия, кулинарная продукция и кондитерские изделия. Главная задача комбината питания – выпуск качественных готовых блюд для своих покупателей, то есть сети универсалов Бегемаг. Одним из самых популярных продуктов является у нас шаурма. Шаурма с курицей, шаурма со свининой. Ну, вот я уже сказала, что мы выпускали 500 штук. Это когда мы производили ее при мини-производствах. Как только мы перевели… Извините, вернусь немножко назад. Шаурма – это еда на ходу. Ее удобно есть в машине, сытный перекус и приемлемая цена. И как-то мы на ней поставили фокус. И, наверное, в первые какие-то месяца, когда мы переводили с мини-производств на централизованные процессы, какие-то блюда, в первой очереди была у нас шаурма, так как мы для себя решили, что это будет такой значимый продукт для нашего покупателя. И как только мы стали выпускать это централизованно, мы выросли по продажам в 7 раз, ну и также в производстве. То есть мы стали выпускать ежедневно 3,5 тысячи штук. На сегодняшний день это уже достигает 4 тысяч штук. То есть мы это производим и реализуем благополучно. В процессе перевода шаурмы на централизованное производство оптимизировали себестоимость продукта на 25%. Это нам дало возможность устанавливать продвижение в универсамах, сохраняя свой доход. Что мы сделали? Мы изменили состав, ну, будем говорить, немного подкорректировали. Основной ингредиент это лаваш. Мы долго работали с поставщиками, подбирали, ну, до выгодного для себя по цене и качеству поставщика. Поставщики отработали для нас лаваш. Он стал более эластичным и менее сухим. Мы подчеркнули вкус мяса, входящего в шаурму при помощи маринования. Разработали, ну, считается, на наш взгляд, уникальный соус. Он не только вкусный, но и подчеркивает, раскрывает все входящие ингредиенты в состав шаурмы. Нет, ну, сюда. Также без внимания мы не оставили упаковку. Первая наша упаковка – это был крафтовый конверт. И на конверт дополнительно была наклеена этикетка с информацией о продукте. Мы перенесли всю информацию о продукте также на крафтовый пакет. Тем самым мы сократили стоимость упаковки на 35%. По пожеланию наших покупателей разнообразили ассортимент в шаурме. Мы сделали два вида новой шаурмы. Это шаурма из красной рыбы и с острой курочкой. Продвижением нашей шаурмы были баннерная реклама по городу, бренд Мауэр на универсалах, реклама в социальных сетях, запускали брендованные автомобили по всему городу. Я прямо презентации сказала, покажи эти брендованные автомобили, потому что их действительно заметно в городе. Мы доставляем на них свою же еду, свои же универсалы. Ну и промо-поддержка в магазинах. Вот как-то так. Она очень быстро. На самом деле, когда я была у нее… О, правильно, замечательно. Сейчас мы вопросами еще доберем этот кейс. Конечно, надо видеть, как за счет вот этой шаурмы подросли продажи всей готовой еды. И это вот интересно. Сомбери, Наталья. У меня вопрос. Я правильно понимаю, шаурма в холодильнике, то есть комбинат питания готовил, и вы ее в среднетемпературный холодильник продавали? Не горячий? Да, все верно, нет. Мы не подогревали. Ага, правильно, спасибо. Просто упакована шаурма. А почему она не… Андрюша, лаваш. У меня тоже вопрос. Срок реализации этой шаурмы. 48 часов. 48 часов, да. И вы выпускаете, привозите с датой сегодняшней, да, датой? Сегодняшней датой, да. Сегодняшней датой. Спасибо. У них там столько сегодняшней даты? Да мне уже ответили, я просто не могу понять. Вот у нас, когда шаурму мы делаем, если не на месте, у нас все-таки лаваш имеет свойство, особенно, если я слушал 48 часов срок реализации, то все-таки он имеет свойство у нас размыкать, и шаурма теряет первоначально, ну как бы ему вид такой. Изначально у нас тоже были такие проблемы, что и следовало. Да и решает, решает. Еще вопрос? Да, конечно. Шаурма у вас такая полуоткрытая, да? Внизу крафт, сверху… Нет, получается, крафтовый конверт, он снизу как бы дно, а сверху закрываются такие две закрывающие. А, то есть, шаурма закрытая у вас? Да, шаурма закрытая. Не видна для покупателя. А где-то она? Ну, давайте, ну сейчас, вы хотите к какому-то слайду вернуться? Она там была. А, там была одна фотография, но давайте так, у нас точно будет расшифровка кейса, и мы более детально это посмотрим, мы доспросим эти вопросы, и как раз все это замечательно упокоится. Ну что ж, это замечательно, что мы имеем возможность таким образом узнавать дополнительно информацию в деталях. Так, где у нас… Так-так-так-так-так… Нет-нет-нет, это пакет. А сейчас у нас еще одно будет… Один момент, не запланированный. Нет, Татьяне-то запланировано. Татьяна, еще раз спасибо. И завтра мы встречаемся еще на деплинарочке. Так что готовимся. Еще раз аплодисменты Татьяне. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.